Согласительными документами, и поскольку они еще не утверждены, вы поймете, здесь какие-то этические проблемы, но я, получив приглашение выступить сюда, не стал читать по приказу, который вот-вот, так сказать, будет заменен на новый. Поэтому я в своем сообщении буду говорить о том, что предполагается чуть-чуть изменить. Сразу хочу успокоить практикующих врачей, что каких-то драматических и принципиальных изменений в новом приказе не предусматривается. Только то, что накопилось. Итак, по-прежнему остается деление больных на 4 группы. Первая, вторая группа могут лечиться по степени тяжести амбулаторно. Это не счетоделективное решение, а просто многочисленные клинические исследования, рандомизированные, конечно, если бы им их не сделаешь, рандомизированные, показали, что исходы лечения этих больных одинаковые при адекватной назначенной терапии стационарии или амбулаторной. Так, первая, вторая группа могут лечиться амбулаторно. Единственное, что изменится в новом приказе, это, в общем-то, не касается лечения, но для практикующих врачей, наверное, важно. Вы знаете, что в ныне существующем больные четвертые группы, те, которые, койки которых находятся в реанимации, они называются больные тяжелой степени, а все остальные называются не тяжелые, то есть и первая, вторая, третья. Это не совсем пошло, как говорится, не совсем было хорошо принято, и решили в новом приказе вернуться на традиционные, как и в других нозологиях. И поэтому первая, вторая группа больных с вне больничной пневмонии, те, которые могут лечиться амбулаторно, будут по новой версии называться вне больничной пневмонии легкой степени тяжести. Вот это будет такая, довольно кардинальная, еще раз повторяю, она не касается лечения. И второе, вот здесь на этой таблице уже видно то, что тоже не очень хорошо воспринималось врачами, какая-то логика в этом есть, но раз врачи не воспринимают, значит мы решили, что надо это поправить. Препараты второго ряда и альтернативные препараты. Имелось в виду, что если больной в силу каких-то причин, аллергии и так далее, или недоступности, не может принять препараты первого ряда, тогда можно назначить препараты альтернативные. А вот если в ходе лечения больного у нас возникла клиническая неудача, которую мы оцениваем в случае с пневмонией через 48-72 часа, и видим, что антибиотик, как говорят врачи, не работает, или мы не попали с антибиотиком, тогда его нужно менять. И вот здесь на помощь приходили антибиотики второго ряда. Но поскольку в целом ряде таблиц, я сейчас их покажу, эти альтернативные препараты и препараты второго ряда совпадают, то в новом приказе будет только альтернативное. То есть мы сразу назначаем альтернативные препараты в случае, если не можем назначить первую из его каких-то причин, или в случае клинической неудачи на них меняем. Хотел бы сегодня, пользуясь случаем, поскольку человек и лекарства, привлечь ваше внимание к относительно новым препаратам для лечения внебольничной пневмонии, которые появились на нашем рынке. И речь пойдет о вторхинолонах третьего-четвертого поколения, в данном случае о вторхинолоне четвертого поколения. Хотел напомнить, что вторхинолоны или вторированные хинолоны, по сути, не являются антибиотиками. Хотя мы, конечно, называли, и после этой встречи будем называть их антибиотиками. Правильнее было бы сказать, что это антибактериальные препараты. Потому что из названия вы, наверное, почувствовали, если присмотреться к самым названиям группы, что они проходят из коры химного дерева. Искали средства против малярии и обнаружили, что один из дереватов обладает антибактериальной активностью. Когда он пришел на рынок под названием Неграм, врачи моего поколения помнят, что это был хит, что его доставали при Советском Союзе по блату, и он хорошо помогал на первых порах. Однако вскоре с ним начала вырабатываться резистентность. И потом ему на смену пришли те препараты, которые мы до сих пор называем или фторхиналоны второго поколения. Видите, здесь везде атомы фтора есть. Отсюда фторхиналоны, фторированные хирхиналоны. Или сейчас их больше не нравится название не фторхиналона второго поколения, а классические фторхиналоны, потому что каким-то образом второе может показаться ущербной. Вместе с тем, когда их назначаем по делу, особенно цифрофлоксоцин, они сохраняют свое очень важное значение. Но у них были и слабые места, слабости, которые не сразу осознали. Дело в том, что у них была ненадежная, слабая, я имею в виду фторхиналоны классические, цифрофлоксоцин, офлоксоцин, бефлоксоцин, ломифлоксоцин. У них была слабая и остается слабая активность против пневмокока. Пневмокок, как известно, является самым частым возбудителем пневмонии во всех исследованиях, причем во всех группах пневмонии. И в первой, второй, амбулаторной легкой степени тяжести, и в средней степени тяжести, и тяжелой. И является пневмокок самым частым причиной летальных пневмоний во всем мире, это многократно доказано. Поэтому слабость против пневмокока является довольно серьезным недостатком, если не сказать, таким, который исключает цифрофлоксоцин из числа препаратов первого ряда полностью. Мало этого, у классических фторхиналонов, таких как цифрофлоксоцин, офлоксоцин и так далее, ненадежная, а проще говоря, слабая активность против внутриклеточных или атипичных возбудителей, роль которых в развитии внебольничной пневмонии у разных категорий больных в последнее время придается очень большое значение. И поэтому на смену этим фторхиналонам классическим пришли новые фторхиналоны четвертого поколения. Мы хорошо знаем моксифлоксоцин, мы хорошо знакомы с вами с гатифлоксоцином, и теперь в мире имеется третий фторхиналон четвертого поколения, он появился и в Украине. Речь идет о гемифлоксоцине. Отличительной особенностью гемифлоксоцина является его самая высокая из всех фторхиналонов активность именно против пневмокока. За счет того, что у него все-таки более высокая активность против пневмокока, его суточная доза меньше, чем других фторхиналонов четвертого поколения, 320 мг. Он существует только в пароральной форме, поэтому применим только для этих групп, первой или второй группы внебольничной пневмонии. Разница между первой и второй группой, те, которые будем называть пневмонией легкой степени тяжести, это модифицирующие факторы и сопутствующие заболевания. И здесь еще одно отличие с новым приказом. Обратите внимание на последний пункт. Это он случайно туда попал в 2007 году, а в новой версии он будет очевидно на первом месте с большим отрывом. Это то, что называется раннее предыдущее применение антибактериальных препаратов. Только в новом приказе будет другая редакция, та, которая принята сейчас во всем мире, консенсусом. Это очень хорошо доказанная формулировка, она опирается на исследование. Там будет написано так, что если больной в течение 90 дней или 3 месяцев до нынешнего дня принял 2 и более суточных дозы антибиотика, то это считается модифицирующим фактором. Это указывает на то, что флора, которая обусловлена нынешний эпизод пневмонии, с высокой долей, с гораздо более высокой долей вероятности будет проблемной. И поэтому нужно назначать другое лечение в соответствии с группой 2. То есть это уже больной не первой группой, а второй. Это на самом деле доказано, что имеет значение, чем даже больше, чем любой другой из этих факторов. Эти факторы все очевидны, и возраст, и брюкокортикостероиды, и истощение, и так далее, и так далее. Так вот, антибиотический анамнез, раннее применение антибиотиков, оно сейчас выводится на первое место во всей антибиотикотерапии. Поэтому прежде чем назначить антибиотерапию не только по поводу пневмонии, а вообще по любому поводу, в любой клинической ситуации, сейчас является хорошим тоном, практически обязательным, собрать анамнез использования антибиотиков у данного больного. Вот посмотрите гемифлоксоцин, конечно, у нас не хватит времени изучить эту таблицу полностью. Первый столбец просто указывает на то, что цифры здесь самые маленькие, следовательно, самое меньшее количество этого антибиотика нужно, чтобы подавить 90% штаммов. Как видите, он превосходит даже другие респираторные втерхимеоны, которые тоже обладают достаточно хорошей, великолепной активностью против основных возбудителей пневмонии. В данном случае гемифлоксоцин в большинстве позиций, ну поэтому он и вышел, наверное, к самой последней, иначе бы если бы он проигрывал, то зачем ему вводить. Таким образом, еще раз хочу напомнить, что этот препарат, гемифлоксоцин, так же, как и другие респираторные втерхимеоны, является препаратом второго ряда или альтернативным. Наши коллеги из Российской Федерации, буквально пару дней назад, мы с ними встречались с основными авторами российского консенсуса, обсуждают вопрос о том, чтобы у этой категории больных в первой и второй группе втерхимеоны, респираторные, в том числе и гемифлоксоцин, перевести в препараты первого ряда. Хочу сразу сказать, что эксперты украинские, я там записан в том числе с автором, пока считают, что этот препарат должен быть альтернативным второго ряда в качестве резерва. Здесь и вопросы безопасности, и, может быть, в большей степени то, что гемифлоксоцин, моксифлоксоцин и гатифлоксоцин обладают все-таки чрезмерно большой широким спектром чувствительности. Да, они надежно перекрывают все основные возбудители пневмонии, но они захватывают ряд других возбудителей, которые в пневмонии обычно не виноваты, и это считается, ну, чрезмерно, занадто, как говорится. Итак, в первой и второй группе это хорошие препараты, альтернативы, то есть, если у нас неудача с препаратами первого ряда, если больной не может переносить, например, больной второй группой, есть аллергия на бета-локтамы. Есть аллергия на бета-локтамы, разумеется, нет смысла рисковать, нужно назначить альтернативный препарат. Вот, пожалуйста, один из вариантов гемикс. Что касается безопасности, а вы знаете, что авторхиналоны не применяются в педиатрической практике, поскольку там есть озабоченность, безопасность и так далее, то я хотел напомнить один момент. Гемифлоксоцин в дозе до 7 дней, в курсе лечения до 7 дней, еще раз напомню, суточная доза лечения 320 мг, одна таблетка внутрь, это стандартная доза, она никуда не отклоняется, ни при каких обстоятельствах. Так вот, 7-суточный курс, он является в этом плане, гемифлоксоцин по своей безопасности является абсолютно безопасным антибиотикам. А вот если курс лечения нужно продлять, там уже нужно более внимательно смотреть, потому что только после 7-го дня, к счастью для этого препарата, после 7-го дня начинают проявляться другие побочные эффекты. Но клинические исследования по внебольничной внимании и первой, и второй группы показали, что 7-дневного курса у подавляющего большинства больных хватает. И еще можно здесь напомнить, что, конечно, у нас курсов лечения пневмонии фиксированных нет, врач каждый раз индивидуально решает вопрос, когда припредить терапию, вы знаете, 2 дня нормальной температуры и так далее, это все остается. Итак, третья группа, это больные, которых нужно госпитализировать в стационар, в обычный стационар, не в реанимацию, в обычный терапевтический или пульмонологический стационар. В новой редакции они будут называться вне больничной отнимания средней степени тяжести. Но это обычная, стандартная, логичная вещь. Здесь, если первые две группы мы настаиваем, авторы консенсуса настаивают, авторы согласительного документа убедительно настаивают, что нужно лечить их пароральными препаратами, современные пароральные антибиотики вполне достаточно, то для больных третьей группы или больных средней тяжести, которые по степени тяжести требуют госпитализации, лечение должно быть, по крайней мере, вначале внутривенным. И обратите внимание, здесь равноположено, или нужно дать защищенный аминопенициллин, или цифалоспорин 2-3, второго-третьего поколения, плюс макролит. Макролит можно пероз, если в тех случаях, когда у больного нет озабоченности с сасыванием, но имеется в виду резекция желудка, или асцит, или резекция кишечника, или асцит, и так далее. Во всех других случаях макролит можно давать пероз в данной категории больных. А бета-локтарный антибиотик, поскольку он здесь несет основную роль, внутривенно, по крайней мере, первые дни. Если мы потом перейдем на пароральную терапию, это будет ступенчатая терапия, прием, который очень хорошо себя зарекомендовал, и который я тоже вас призываю как можно шире применять. В этой терапии в нашей стране чрезвычайно большую популярность набрал такой цифалоспорин третьего поколения, как цевтриаксон. Он, конечно, имеет целый ряд заслуг. Первое из них, наверное, самое важное, это то, что цевтриаксон можно и даже нужно применять в большинстве случаев, не тяжелых, не реминационных, один раз в сутки. То есть применение его два раза, разбивка на два, в принципе, не увеличивает, не улучшает его формат кинетических свойств. Поэтому это очень удобная сфера, особенно для больных со сложными венами, те, кого все-таки решили лечить амбулаторно и так далее, и так далее. И вторая особенность цевтриаксона, которую нужно помнить, это один из немногих беталоктарных антибиотиков, которым нужно корректировать ни при почечной недостаточности, ни при печеночной, потому что у него счастливо получилось так, что половина приблизительно его выделяется с почками, а половина приблизительно выделяется печенью с желчью. И поэтому, в принципе, или при печеночной, или при почечной недостаточности компенсируют другой орган, и коррекции в дозе не нужно. А ошибка в такой ситуации, довольно распространенная среди наших врачей, мы еще не привыкли отслеживать в таких больных уровень креатинина и так далее, и так далее, обычно это как-то проходит мимо внимания. Но такое применение цифтриаксона привело к очень такому одному тревожащему эффекту. Вы видели в предыдущем модифицирующих факторах, что если больной применял в течение трех месяцев доказанный антибиотик, то назначение антибиотика этой же группы обычно приводит к неудаче, вернее, к более часто развиваются неудачи, потому что это оставляет след генорезистентности и так далее. И вот еще хочу привлечь ваше внимание еще к одному препарату, но прежде покажу исследование наших российских коллег. У нас, к сожалению, пока мы не можем похвастаться таким исследованием. А это в Смоленске проводилось исследование, некоторые возбудители, и вот посмотрите, цифтриаксон сам, и цифтриаксон защищенный сульбактамом, именно об этом я хочу сказать. И вот какая разница в чувствительности. То есть очень многие возбудители инфекции, не только пневмонии, но и пневмонии в том числе, выделяют бета-локтамазы, которые цифтриаксон разрушают, и фактически назначая обычный цифтриаксон, в такой ситуации мы можем оставить больного без лечения. И вот появился недавно на нашем рынке, нельзя сказать, что это новый антибиотик, это комбинация цифтриаксона с сульбактамом, она для нашего рынка новая, он недавно появился, этот препарат, в одном флаконе 1 грамм цифтриаксона и полграмма сульбактама. Единственное, что хочу напомнить, что сульбактам является ингибитором этих самых бета-локтамаз. Но в отличие, например, от клавулановой кислоты, тазобактама сульбактам, в отличие от них, обладает и собственной антибактериальной активностью, что вот несколько, так сказать, немножко запутывает ситуацию, но это очевидный плюс. Особенно сульбактам обладает активностью даже больше, чем сам цифтриаксон, против такого возбудителя, очень широко распространенного, к сожалению, в некоторых хирургических, реанимационных, да и терапевтических стационарах, как ацинетобактер. Если говорить о ацинетобактере, то основную силу удара возьмет на себя сульбактам. Если говорить о других возбудителях, таких как имосильная помадочка, клепсиэла, протеи и так далее, и пневмокок, разумеется, то здесь основу играет цифтриаксон. И вот такая комбинация, конечно, не может заменить, но в тех случаях, когда больной, у больного третьей группы пневмонии за плечами, курсы антибактериальной терапии, или по поводу ныне существующей пневмонии, или по любому другому поводу, вот в течение прошедших трех месяцев приблизительно, то вот этот препарат, он может быть палочкой-выручалочкой и исправить ситуацию, даже если возбудитель обладает способностью с помощью выделяемых в этом актомаз разрушать антибиотик и защищать себя. Мы же понимаем, что это борьба возбудителя с макроорганизмом, возбудителю нужно выжить, поэтому он всеми возможными способами, которые ему дала природа, старается защититься. А наша задача все-таки убить возбудитель, или по крайней мере помочь макроорганизму справиться с возбудителем, в этом смысле антибиотики, особенно вот такие новые формулы. Почему мы сейчас вот особое внимание выделяем защищенным бета-локтамам, в том числе защищенному церквиоксону? Все дело в том, что еще раз могу к сожалению сказать, что в ближайшие 7-8 лет ни одного антибиотика, кроме тех, о которых мы сейчас говорим, для применения в амбулаторной практике, для лечения инфекции дыхательных путей, не будет их, они просто сейчас не испытываются, их просто нет в корзине фармацистических компаний и исследовательских компаний. Есть немножко антибиотиков, но это антибиотики для глубокого резерва, для реанимации, для метициллин-резидентного стафилокока и так далее, и так далее. То, что не находит применения в амбулаторной практике. В амбулаторной практике была надежда на кетолиды, если кто следит, кетолиды была надежда из пола, то есть они ушли с рынка из-за профиля безопасности. Поэтому в ближайшие много лет, по крайней мере 5-6-7 лет, это точно, мы будем пользоваться ныне существующими антибиотиками. И я призываю вас, нас всех вместе, пользоваться этими антибиотиками очень аккуратно, потому что других не будет, если мы будем их зазря назначать. Но в случае пневмонии, если врач написал диагноз пневмонии в медицинской документации, или хотя бы громко произнес его в присутствии больного или родственников, назначение антибиотиков, хочу напомнить облигатно. Снимите диагноз пневмонии, отменяйте антибиотик. Но если вы диагноз пневмонии поставили, то речь пошло время. То есть от постановки диагноза до первой дозы, отсрочка в 4 часа ухудшает прогноз, отсрочка в 8 часов ухудшает прогноз. В случае тяжелой пневмонии отсрочка в 1 час отведения новой первой дозы ухудшает прогноз. Я речь веду о доказательной медицине, о доказательной базе данных. То есть пневмония является облигатным назначением. У сульбоктамакс, разумеется, является показанием не только пневмонии, я не специалист в этой области, но на всякий случай напоминаю вам об этом. Он может применяться в педиатрической практике, начиная с одного месяца, дозировка указом и в рефлете. Не будем на ней останавливаться. Сейчас. И четвертая группа пневмонии. Это самая тяжелая пневмония, самая тяжелая пневмония. Койка больного находится или в реанимации, или в палате интенсивной терапии, терапевтического отделения. Это впервые в этой группе больных. Это пневмония тяжелой степени тяжести, тяжелой степени. Она так и называлась раньше, в принципе. И в нынешнем приказе. Обратите внимание, что это единственная категория больных. Еще раз повторяю, что это небольшая категория. Одни говорят 1,5% из числа диагнозов пневмонии, другие говорят 2,5%. Где-то так. Летальность здесь высокая, потому что даже удачно назначенные антибиотики не успевают подействовать. Мы знаем, что для того, чтобы антибиотики в полной мере проявили свой эффект, нужно где-то около 72 часов. Не всегда у этих больных, к сожалению, есть такое время в запасе. Настолько это тяжелый контингент больных. Здесь они делятся на две субкатегории. Одна с высоким риском синегнойной инфекции. И в приказе, и здесь на табличке, они скользь указаны. Это структурные заболевания легких и бронхов. Имеются бронхоэктазы, там, остаточные каверны и так далее. Больные на системных глюкокортикостероидов, имеется в виду постоянный прием. Больные после химиотерапии, больные, которые очень долго находились в реанимации, получали очень большое количество антибиотиков до этого случая пневмонии и так далее. Если всех этих превходящих моментов нет, а просто больной, скажем так, заболел среди относительного благополучия, очень тяжелой пневмонии жизнеугрожающей, то это больной четвертой группой. И обратите внимание, что здесь подходы к лечению такие же, как и в третьей группе. То есть внутривенно мы даем бета-локтанный антибиотик или защищенный аминопенициллин или цифалоспорин, защищенный или нет, внутривенно. И плюс макролидный антибиотик, но в данном случае, поскольку это реанимация, в реанимации, вы знаете, существует негласный принцип, ничего порос, то и макролидный антибиотик в данном случае, по соответствии с нашим приказом, и с ныне существующим и будущим, он дается тоже внутривенно. Опять-таки, здесь тоже можно попытаться, но здесь мы не сильно настаиваем у таких столь тяжелых больных подумать о ступенчатой терапии с последующим переходом. Но, опять-таки, если вы у этих больных четвертой группы не будете заниматься ступенчатой терапией, вас никто не будет укорять, потому что все-таки тяжелая, жизнеугрожающая пневмония. Вот такие основные положения приказа. В принципе, я бы хотел, чтобы практикующие врачи, которые занимаются лечением пневмонии, амбулаторно помнили подходы к лечению первой и второй группы, а те, кто занимается лечением в стационаре, помнили хорошо подходы к лечению третьей и четвертой группы. В новом приказе в основном это все будет повторяться. Спасибо.